Привет! Скажи, пожалуйста, как тебя зовут и откуда ты приехала на наш новогодний ретрит, который организовала Светлана Лаврова? Меня зовут Катерина, я из Подмосковья. Добро пожаловать! Как ты провела время? Сегодня завершающий день. Мы уже сегодня все разъезжаемся. Я не знаю, уже в Сочи или просто кто-то уезжает дальше, тот будет в Сочи проводить время. Расскажи, как для тебя прошли эти дни, как для тебя прошло это мероприятие? Возможно, были какие-то ожидания и насколько они совпали с тем, что здесь в действительности происходило? Ну, вообще, я хочу сказать, что какие-то ожидания, да, они оправдались и, ну, даже, даже то, что я не ожидала, тоже, тоже случилось. Вообще, очень, очень, очень много происходило процессов, прям вот настолько много всего, что просто вот еще это надо осознать, потому что в такое короткое время запихнулось прям практически невпихуемое. А какие события, практики, возможно, да, из того, что здесь происходило, наиболее для тебя были яркими? Что, перечислили, ну, чтобы, например, ребята, которые нас смотрят, понимали вообще, чем мы тут занимались? Ну, самое яркое, это для меня было гвозди, я стояла первый раз, и я хотела, хотела пройти этот опыт на гвоздях, узнать, что это такое. Это вместе с Ириной Дмитриевой, да? Да. Потом с Ириной у нас была, значит, игра «Радуга», которая, ну, в общем, я вот начну с такие игры, я вот не знаю, мне такие игры не заходили, ну, вот наподобие, да, какие-то трансформационные игры, не знаю, вот как-то они, ну, вот такое ощущение, как будто вот ничего из них не выносишь. А игра «Радуга» Ирина, она прям вообще, вот каждый, каждый вот этот момент, каждая подсказка, она прям вот не в бровь, а в глаз, прям вот вела, прям вот, ну, просто разложила все, вот как, как, прям по полочкам такая дорожка выстроилась, что прям вот, ну, вот не грамма никаких вот сомнений, а прям вот, прям четко все. Катюша, поделись, пожалуйста, впечатлениями о тех ярких событиях, которые для тебя были наиболее яркими здесь, что понравилось, что мы делали для того, чтобы было какое-то общее впечатление у тех ребят, которые смотрят нас, как мы проводили это новогоднее время вместе на ретрите? Очень нестандартно, прям очень нестандартно, то есть костер, мы жгли костер на берегу горной реки, 12 часов ночи, вот этот салют, эти панорамы вокруг, вот эти салютные просто. Как тебе Новый год без оливье, селедки и вообще без еды, без стола традиционного? Ой, вообще, вообще то, что хотелось именно, потому что вот этот, вот эти шаблоны, вот этот оливье, который можно там поесть, я не знаю, да, но праздник это, это все-таки не еда, все-таки это не про еду, а про то, как ты радуешься, веселишься, празднуешь. Скажи, пожалуйста, а у тебя раньше был такой опыт, чтобы, например, купаться в декабре в горной реке? Да, вот это… Было с тобой раньше? Вот это 1 января я искупалась в горной реке просто, нет, я даже не то, что в Новый год в декабре и 1 января, а то вообще никогда в горной… Ну да, прям вот в горной реке вообще никогда не купалась и даже не думала, что с такими потоками, вот этими течениями вообще-то возможно. Скажи, а ты могла бы нам приоткрыть какую-то, может быть, небольшую, насколько ты можешь, личную информацию вот о своих трансформациях и переживаниях, которые, я знаю, здесь с тобой произошли на ретрите? Вот из разряда, что до чего-то не ожидаешь, но получаешь. Ой, очень много произошло того, что я не ожидала, что меня очень удивило. Я вообще даже представить не могла, что вообще так можно, вообще так можно, то есть вот… Но мир нам показывает какие-то свои, да, вот свое зеркальное отражение. И тут так это все отзеркалило, прям вот, ну скажем так, если ты хочешь что-то узнать новое о себе, вот это оно, это оно. То есть ты увидела какие-то свои тонкие планы, тонкие грани, о которых… Ну, просто вот некоторые моменты, да, они, ну скажем так, были в определенном ключе, а тут ты смотришь, хоба, и это все полностью противоположное. То есть ты думаешь, а что, так можно было за один день? Что, так можно было вообще? Вот прям одним днем. Как тебе вообще такой формат семейного ретрита, да, очень много ребят приехала с семьями, с детьми, как у тебя впечатление? Ой, у меня впечатление такое, что мы прям все одна семья. А как ты думаешь, для кого вообще ретрит Светланы Лавровой? Мы обычно нет какой-то программы, обычно не заявляем какие-то практики. И вот ты приехала, побыла сейчас внутри этих процессов. Как бы ты могла описать, для кого это событие? Кому сюда было бы здорово попасть и приехать? Тому, кто готов. К чему? Готов, ну, во-первых, к встрече с тобой. Готов, ну, узнать что-то о себе. Что может тебя потрясти до глубины души. Да, да, да. И самое главное, что не то, что там узнать, да, ну, одно дело узнать, а другое дело именно вот иметь эти изменения и, ну, не бояться того, что, ну, вот оно куда-то вот исчезло, да. Вот оно было на ретрите, там что-то было, там, ну, все хорошо и прекрасно, но потом ты приезжаешь с ретрита и, ну, как бы этого нет. А тут получалось так, что, в принципе, эти изменения, они пошли еще перед ретритом, и ты понимаешь, что это с тобой, что это уже ты, что это, ну, все, это вот и есть. То есть ретрит, он гармонично встроился в цепочку твоих личных трансформаций. Да. Катюш, давай отправим в мир напутствие для тех ребят, которые приедут на следующий ретрит, для того, чтобы они могли максимально эффективно здесь провести время, чтобы ты могла им пожелать. Что делать стоит, а на что тратить время не стоит. Прекрасное напутствие. Кто хочет, кто сможет, тот поймёт. Прекрасное напутствие. Спасибо тебе большое за отзыв. Пожалуйста. Субтитры подогнал «Симон»! Мкост. Продолжение следует...